Это программа тема дня комментарий. Меня зовут Валерия Королёва. Здравствуйте. Более тысячи беженцев из Луганска и Донбасса приняла Тверская область с начала марта этого года. Гуманитарная помощь оказывается как на территории Твери, так и отправляются гуманитарные грузы по месту назначения. В апреле этого года отправились на помощь луганским медикам и тверские врачи. Команда из пяти специалистов уже вернулась из мест боевых действий. Сегодня у меня в гостях Степан Шенкарёв, один из членов этой большой команды медиков. Степан Валерьевич, расскажите, что сподвигло вас поехать в Луганск, оказывать помощь местным специалистам? Надо отметить, что врачей там катастрофически не хватает. Да, врачей, естественно, не хватает. Здравствуйте. Что сподвигло нас поехать туда, это желание просто помочь своим братьям, славянам. И просто ситуация, которая там 8 лет уже длится. Мы давно об этом думали, еще с 24 числа, когда началась эта компания, спецоперация. И когда у нас появилась возможность, поехать туда, нас туда направили, мы поехали. Скажите, пожалуйста, в каких условиях пришлось работать? И что это были за медицинские учреждения? Медицинские учреждения были Луганская республиканская больница и районная больница города Первомайск. Жили мы в отделениях непосредственно, в хирургических, в палатах. Работали, как в любой больнице, работали согласно штатному расписанию, согласно требованиям количества поступающих пациентов. В плане быта, ну, нельзя сказать, что идеально, конечно. Ну, говорить, что плохо в такой обстановке тоже, наверное, не стоит. Ну, по крайней мере, жить можно. Можно, можно. А много ли бойцов поступало? Только ли это были бойцы? Или это мирное население? Какой контингент пациентов? Контингент, подавляющее большинство, конечно, это военнослужащие были. Вот, и наши российские бойцы были, и резервисты. Вот, ну, встречались и мирные жители тоже. Вот. Ну, так, но мирных жителей было гораздо меньше. А каким в основном это травмы получали? Понятное дело, что это наверняка ранения какие-то пулевые, может быть, осколочные? Характер травм – это минно-взрывная травма, то есть осколочные ранения, контузия. Вот. Подавляющее большинство пострадавших было именно с этой травмой. Пулевых ранений было, ну, немного. Какие сложности, в каких условиях приходилось работать? Понятное дело, что зона боевых действий, да, там, возможно, какие-то перебои с электричеством, с водой. Да, перебои с электричеством, перебои с водой были. Вот, с электричеством, когда были перебои, порой до суток, не было ни связи, не было света, приходилось оперировать с налобными фонариками. Да, это доставляет большие неудобства, отсутствие воды, то же самое, помыться на операцию. Ну, как бы, ну, поливали там скопшиков на руки просто. Как-то выходили из ситуации, воду запасали заранее, всегда были запасы. Сейчас Тверская область регулярно отправляет гуманитарную помощь жителям Донбасса, Луганска. Какая-то помощь идет непосредственно в медицинские учреждения этих территорий. Как человек, который непосредственно был там, да, вот что, на ваш взгляд, необходимо? Вот сейчас люди, да, которые несут гуманитарную помощь, те же благотворительные организации, они зачастую могут ошибаться, да, в выборе того, чего они хотят пожертвовать. Вот, на ваш взгляд, вот чего не хватает? Сложно ошибиться в такой обстановке, в таком потоке пострадавших. Практически нужно все. В той или иной степени нехватка, в принципе, есть во всем. Вот, перевязочный материал, шовный материал. Ну, инструменты более-менее там есть, там все хватает. Фиксаторы, вот, например, я как травматолог, столкнулся с проблемой отсутствия аппарата внешней фиксации, там они просто очень нужны, востребованы. Какие-то материалы транспортной мобилизации тоже, временной фиксации, это все нужно. Костыли, коляски, все нужно. Что лично вам дала вот эта вот поездка? Лично мне поездка дала это осознание все-таки того, что наши вот эти вот славянские народы, Россия, Белоруссия, Украина, все-таки мы едины, вот, что нам нужно быть вместе и друг за друга все-таки бороться. Ну, надо этот нацизм выгнать с Украины. И очень рад, что вот в 20-м году была ситуация такая плохая Белоруссия тоже, что там этого не случилось. Вот. Наверное, все-таки, что мы братский народ, вот, вот, укрепилась эта мысль у меня. Как ваши родные и близкие отнеслись к вашей поездке? Ну, я маленько слукавил, потому что я дома не сразу сказал, потом уже жена узнала, что не в Ростов, а в Луганск уехали. Вот. Ну, на то, что я был в Первомайске, но я когда приехал, только потом сказал. Поэтому поддерживали, подначало ругали, но что не сказал сразу. Ну, поддержка была колоссальней, конечно, это что у меня, что вот ребята рассказывали тоже там, их ждали и... По возвращению коллеги спрашивают, интересуются, может быть, кто-то тоже изъявил желание повторить ваш путь? Да, спрашивают, как, почему, зачем, когда, куда, вот, все интересуются, и достаточно много из них. Есть праздники интересуются, но им достаточно большое количество, которые говорят, как туда попасть, научи, хотят поехать тоже, да. Желающие есть. А каких специалистов на данный момент не хватает, вот, Луганску, например? Хирургический профиль. В основном это хирургический профиль сейчас нужен. Это хирурги, таракальные хирурги, травматологи, нейрохирурги нужны, сосудистые хирурги нужны. Ну, такой вот, наверное, это определенный спектр, ну, такой основной спектр, которые нужны. Медсестры нужны, средний персонал очень нужен, тоже не хватает. А как местные медики вас приняли? Приняли как родных, вот, сразу приняли в коллектив, и даже там, может быть, час-два было на раскачку, потом включились в работу, и тоже на следующий день мы уже были, как будто вот, всю жизнь работали. А знаете, ваши коллеги из других регионов, которые несколько раньше вас туда ездили, рассказывают, что едва успел переступить порог больницы, как сразу же тебя одели и провели в операционную. Ну, если буквально вот так, вот такая ситуация была у меня в Первомайском, это я только переступил, а там вот рюкзак положил в угол, и мне, хорошо, я из Луганской больницы поехал вот в медицинской одежде, а так, наверное, пришлось бы гражданским там помощь оказывать. Да, так и было. То есть вначале вы приехали в Луганскую республиканскую больницу, а затем вас перенаправили... На четвертые сутки меня направили в Первомайск. Далеко ли эти учреждения от зоны боевых действий? От линии фронта? Ох, по километрам в Луганск, где-то, наверное, 60-70 километров, наверное, могу ошибаться. От Первомайска до линии соприкосновения было там от 6 до 10 километров. То есть совсем недалеко. Да, там Первомайска, Орехово, Золотое, вот эти деревни, города. Обстрелы слышались? Да. Вот страшно. Слышно, да. Наверное, банальный вопрос такой. Ну, первый день страшно, потом, когда уже привыкаешь маленько в работе, это все забывается. Ну, как бы не забывается, уходит на второй план и не обращаешь на это внимание просто. Еще раз готовы поехать? Да. Как только будет предложено, не предложено, а, как сказать, правильно будет возможность, сразу поеду сейчас, просто я приехал, пациентов тоже много, надо и здесь тоже поработать, и много. И вы были как добровольцы, как волонтеры, проще говоря. Да, волонтерское движение, это «Единая Россия», нам помогли туда попасть в Луганск, через Ростов мы ехали. Как добровольцы мы поехали, не было ни зарплат, ничего не было у нас, даже вот билеты на поезд мы покупали сами. Нам только логистику сказали, какой поезд, во сколько нам выехать, чтобы нас встретили в Ростове, чтобы вовремя были на границе и все, и обратно, как чтобы тоже. А второй раз будет страшно? Я думаю, второй раз будет страшнее, потому что уже сдай что-то. Это была программа «Тема дня. Комментарии». Напомню, что в гостях у меня сегодня Степан Шенкарев, один из врачей, который побывал в Луганске, в зоне боевых действий. Напомню, что команда стверских медиков оказывала помощь в луганских больницах на протяжении двух недель. Сейчас врачи уже вернулись в родную Тверскую область и оказывают помощь непосредственно своим пациентам. Меня зовут Валерия Королева. До встречи.